Итак, 60% семей тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий. В 2022 году это сделали без малого 5000 ульяновцев. Большая часть из них частично или полностью погасила кредит на квартиру, либо внесла материнский капитал как первый взнос. Еще почти 1000 семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. Гульнар Шарипова продолжит. В семье Насыровых двое детей Самир родился у пары в 2020 году. Жить, как и прежде, в однушке стало тесно. Это все произошло очень легко. Материнский капитал пришел на портале госуслуг. Мы об этом узнали автоматически, не нужно было подавать заявление. И мы сразу решили его использовать на расширение наших жилищных условий. Решили купить квартиру побольше, чтобы всей нашей семье было удобно. Ну и в первую очередь, конечно, детям. У этой мечты статус выполнено, и мат-капитал помог осуществить ее без особых проблем. Тем более, что в случае полного погашения основного долга или внесения господдержки в качестве первоначального взноса по ипотеке дожидаться трехлетия ребенка совсем не обязательно. С апреля 2020 года подать заявление на использование материнского капитала в связи с ипотекой можно непосредственно в том банке, где оформляется кредит. Затем банки по своим электронным каналам передадут территориальные органы ПФР документы и заявления. Это значительно ускорит процедуру распоряжения материнским капиталом. Материнский капитал также можно потратить на ежемесячную выплату по рождению или усыновлению второго ребенка, на образование детей, накопительную пенсию для мамы или приобретение товаров для детей-инвалидов. Сегодня материнский капитал составляет 524 тысячи для семей с одним ребенком, рожденным с 2020 года, и 693 тысячи для тех, кто обзавелся вторым или третьим малышом. Гульнара Шарипова, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск.